Всем привет, вы на канале Стивен Геймс, я продолжаю играть в игру Mortal Kombat X. И что ж, мне кажется, что игра Mortal Kombat X против меня почему-то, потому что я уже записывать пытаюсь ее уже несколько раз, так как она все время не работает, не работает и не работает. Плюс еще и ветер какой-то начался, я не знаю, по какой-то причине он просто берет и, блин, не вовремя начинает там свистеть и так далее, потому что это все просто реально слышно. Почему насчет того, что не работает? Я бы не сказал, что сама игра не работает, по большей части не работает запись. Почему-то именно во время Mortal Kombat X, во время записи, она просто лагает, тупит и так далее. Возможно, сейчас все будет хорошо, поэтому я уже 20-й раз буду записывать прохождение босса, да. Я уже такой, знаете, супер-пупер в этом, наверное, в этой локации, скорее всего, скажем так, потому что это реально так. По-другому я сказать ничего не могу. Ну, в любом случае, скажу так, что босс несложный, да. Особенно, когда тебе дают золотого персонажа, Соню Блэйд. Да, сейчас ветер, вы, я думаю, его слышите. Надеюсь, он сейчас успокоится и все будет нормально. Да, все нормально. Сейчас он успокоится, я надеюсь. Ладно, что ж. Если Соня будет на кутированном, вы проиграете битву. Да, есть такие проблемы, что если Соню прикончат, то да, я, к сожалению, проиграю и придется переигрывать бой. Сразу скажу, не полностью всю локацию, нет, такого никогда не будет. Просто один бой, единственный, который, в принципе, особо-таки ничего не значит. Его можно пройти, но, конечно, будут проблемы с энергией, а так как энергия покупается за эти, как их, блин, вылетели с головы. Как вас зовут, блин? Души, вот, с помощью душ, поэтому, в принципе, проблем нет. Давайте попробуем сыграть первый бой. Тут всего 6 боев. Также после того, как сыграем эти бои, мы также откроем пару паков. Там 2 пака, скорее всего, мне будет достаточно. Вот за эти вот серебряные монетки. Это будет довольно-таки неплохо. И мне кажется, что, в принципе, серия получится довольно-таки интересной. В чем смысл того, что Соня Блейд находится сейчас в игре? Блин, как будто бы фильтр надо какой-то ставить. Я не понимаю точно. Почему Соня Блейд, точнее, не в игре находится, а именно в этой локации? Потому что, реально, вот, ни в одной игре, в Warner Bros. созданной, в файтинге имеется в виду, никогда не было такого, чтобы тебе сразу же в начале, можно сказать, выдавали золотого перса. Не навсегда, конечно, но все-таки, все-таки на эту локацию тебе выдали именно Соню Блейд. И она золотая. Это довольно-таки интересно. По какой причине все это происходит? По той причине, что, скажем так, как бы объяснить все это правильно. В общем-то, это относится немножко к сюжету, да. Есть такая вот сюжетная линия в игре, и поэтому вот такая вот проблемка небольшая возникла. Да, Соню Блейд решили добавить. Она там под сюжет подходит. Хотя непонятно, каким образом. Потому что Соня Блейд особо-таки в сюжете, где играл Джонни Кейдж, она вообще не участвовала, она была там второстепенным персонажем, которого все время избивали, а Джонни Кейдж ее спасал. А здесь, как вы видите, наоборот, сюжет как будто бы немного изменили. И теперь мы сражаемся с Соней Блейд против Кано. И, как вы видите, да-да-да-да, именно ей мы должны победить. Здесь вообще проблем никаких нету, потому что, ну, сами посмотрите, тут, блин, три каких-то персонажа, которые, в принципе, ничего сами не умеют делать, и просто приходится немножко понажимать, и, блин, и готовы, и победы. Как вы видите, даже союзники немного помогают, тем, что Касси Кейдж, которая серебряная, по-моему, ее прикончили с первого удара, а это довольно-таки неплохо. Плюс еще я тут потихоньку прокачиваю, как вы видите, персов. Я этого не стараюсь особо делать. Просто вот из-за того, что я уже третий раз записывал одну и ту же битву, у меня персы сами по себе прокачиваются, я открываю новые карточки, прокачиваю персонажей, после этого замечаю, что мне что-то не нравится в качестве звука, в качестве самой картинки, потому что первый раз была картинка просто черный фон, второй раз был звук особо-таки не записан, там были какие-то отрывки, отрывки, отрывки и так далее, поэтому происходили проблемы. Но, надеюсь, на сей раз этого не будет, все будет довольно-таки хорошо, и, в принципе, мы сможем затащить. Затащить этот, наконец-таки, бой, перейти в следующий, дойти до Серебряного Кану, имеется в виду не босса, а так там будет в бою, да, такой вот Серебряный Кану, и сразиться с ним, посмотреть, что у нас получится, и я надеюсь, что мы затащим. Да, кстати, у меня появились новые персы, также с Абзира я прокачал до первой элиты, 27 тысяч я накопил, вы видели их в прошлой серии, и плюс 10 тысяч мне дали за победу босса, с которым мы в скором времени будем сражаться. Именно вот эта вот победа босса, которого я победил, да, победил, вот она мне и дала такую возможность приобрести себе еще одного Сабзира, тем самым прокачать моего старого Сабзира до первой элиты, что довольно-таки неплохо, потому что, например, вот в этих боях Сабзира спокойно может теперь победить Кану, и я вам отвечаю, вот я один раз сражался с боссом, и тупо просто победил Кану чисто Сабзира одним. Я даже не использовал золотую Сони Блейд, потому что она мне в принципе не нужна была. Сони Блейд, Сони Блейд, приставка, блин. Ладно, на самом деле эта оговорка просто была, и поэтому так все произошло. Что ж, также я прокачал немножко суперударчики этому, как его вылетел с головы, блин, Сабзира. Почему вылетает с головы персонажа, не понимаю. Вроде же недавно, 3 секунды назад, произносил имя, кличку данного перса, и в принципе на следующие 10 секунд она вылетает, через 10 секунд. Ну, что я могу сказать вообще насчет этого боя? Ну, блин, бой обычный. Не сказал бы, что босс сложный, что его победить очень трудно, особенно когда тебе дают золотого персонажа, плюс еще соперника, ну, дружеского персонажа, который помогает тебе. Дружеский перс снимает, можно сказать, половину жизни, плюс еще обычный персонажи мои снимает не так уж и мало жизни, плюс еще золотая Сони Блейд добивает этого Кану, и победить, блин, первого босса вообще никаких проблем не составляет. Мне писали о том, что победить очень сложно последнего босса, но чтобы мне до него добраться, мне придется, блин, еще, наверное, полгода, а то и год играть в игру, я не знаю именно сколько, ну, и только потом я до чего-нибудь доберусь. А пока придется каким-то таким образом пытаться что-то сделать и так далее. Кенши, получай, получай вот так вот атака. Кенши, Кенши. Кстати, Кенши тоже был в сюжетке за Джонни Кейджа, он там пытался как-то помочь. Он с Скорпиона, по-моему, там с самолета, этого вертолета, скажем так, сбросил, и тем самым он очень сильно помог, я скажу вам. Если записывается этот ветер на фоне, вы не обращаете на него внимания. К сожалению, ничего не могу поделать. Погода такая в последнее время. Все-таки записывать надо когда-то. Когда, не знаю, честно говоря, ветер этот не приключается последние уже пару дней. Что делать с этим, тоже, к сожалению, сказать не могу. Максимум, что могу, фильтр поставить, но фильтр особо-таки не закроет ничего. Кстати, я победил и получил, как вы видите, 5 душ. Это неплохо. Это неплохо, потому что души здесь очень важны в игре. 200, по-моему, душ стоит покупка золотого персонажа. Ну, где-то около 250-200 душ. Это довольно-таки много, и набрать их, накопить очень сложно. Довольно-таки сложно. И поэтому, когда мне выдают какие-то души, я такой сразу радуюсь, потому что ура, наконец-таки мне души дали. Все, теперь я крут. Теперь я еще ближе, наверное, на 5 душ к золотому персу. Любому. Мне уже, честно говоря, пофигу. Можно даже покупать за 150 душ. Но, к сожалению, душа здесь не только как валюта для покупки персонажей, она также здесь и энергия. Да, именно благодаря душам вы можете прокачать любого персонажа, да, прокачать ему энергию. И вот в этом-то весь и минус. Весь и минус. Потому что у тебя довольно-таки много душ, потому что, например, в том же Injustice 87 карточек энергии были бы неплохие, ни для кого, да. А здесь у меня на данный момент 87 душ. И тем самым это, в принципе, не так уж и плохо, блин. Или 78. Сколько у меня там душ? Я уже сам забыл. И поэтому это очень-очень круто. Это очень круто. И, блин, вот когда ты думаешь, покупать ли тебе пак за 150 душ, либо просто тупо копить души дальше для того, чтобы, если там энергия вдруг закончится, тебе восполнить ее, то я даже не знаю, что выбрать. Благо, здесь выдаются души также за выполнение ежедневных заданий. Там по три души за задания. Я, кстати, выполнил все задания вчера еще. Я не знаю, сегодня они опять должны были обновиться. Нужно будет посмотреть после прохождения вот этих вот боев. Я думаю, что как раз-таки после прохождения этих боев они будут доступны. И я что-нибудь дополучу, мне кажется. Так, ну что ж, давайте солдата прикончим. Да, отлично. С солдатом мы разобрались. Появился сержант. Сержант тоже довольно-таки неуклюж. Он особо-таки на уроны никакого не нанесет. Соня Блейд раскидает здесь просто всех персов без каких-либо проблем. И тут уже ничего никто не сможет сделать. Потому что, ну, блин, сами понимаете, что персонажи еще еле-еле прокачаны. А когда тебе выдают перса золотого, да еще шестого уровня, ты уже такой чувствуешь себя, я не знаю кем, но точно необычным челом. Кстати, с седьмого уровня я ошибся. Но, по-моему, раньше шестого было. Но сейчас не знаю. Также я накидал несколько запросов на дружбу. И поэтому, если вдруг что, то, блин, будем пользоваться и дружбой некоторых персов. Я не знаю, кто-нибудь принял, не принял. Потому что работает игра как-то неправильно. Она наполовину работает, наполовину не работает. Я даже не понимаю, отправил ли я заявку на самом деле-то в друзья, либо я вообще ничего не отправил. О, сейчас пошел дождь. Как вы сами понимаете, дождь, это получше, чем сильный ветер. Потому что дождь у меня не особо-таки записывается. И это очень-очень хорошо. Если бы еще дождь записывался, то, блин, вы бы сейчас, можно сказать, такой 3D-эффект слышали. Как я, блин, как будто бы вы рядышком находитесь. Хотя с ветром такое может быть. Не знаю, в общем. Я просто уже не знаю, о чем говорить. Потому что вот эти вот долгие загрузки, которые находятся в этой первоначальной версии Mortal Kombat, они немножко напрягают. Говорят, что вот выпустили новую версию. Уже в новой версии таких вот багов нету. И все довольно-таки неплохо. Но я на 100% этого сказать не могу, потому что я еще не устанавливал новую версию. И поэтому приходится играть в старую. Ну, что поделать. Ну, и старая версия мне тоже нравится. Я бы не сказал, что здесь все так плохо. Так, конечно, здесь нужно блокироваться. Но здесь я не заблокировался особо-таки. Босса победить уже довольно-таки легко, я скажу вам. Потому что раньше было гораздо сложнее. Гораздо сложнее. Сейчас, скорее всего, либо я Sony Blade прокачал, либо еще что-то. Но, как вы видите, на пути роллы я только Sony Blade. Максимум у меня появился какой-то опыт в игре. И тут у нас ожидает вот такой вот фаталити. Кстати, я не ожидал этого фаталити. Я сразу вам скажу. Когда я в первый раз проходил вот эту битву с боссом, для меня было главным это не то, чтобы в фаталити это увидеть. Мне вообще было бы... Я думал такой, блин, я смогу не победить этого босса. Реально смогу не победить. И что тогда будет? А тут, бац, все еще и в фаталити вылетает. Такое прикольное, на мой взгляд, кстати. Ну, только качество немножко подводит. Потому что, опять же, говорю, что это только первая версия. А в первую версию всегда такие вот проблемы. Да, мы прошли. К сожалению, бонус миссии либо у меня сейчас нет, либо я их не выполнил. Победи в трех боях с двумя. Победи в трех боях с одним. Победи в трех боях с тремя. Я не понимаю, что это такое. Либо одним надо победить, либо двумя надо победить, либо еще что-то нужно сделать. В общем, неоднозначные ежедневные миссии. И, кстати, в друзьях, к сожалению, никто не добавился, как я полагаю. Потому что сейчас, наверное, будем... Да, ждем, 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 ждем. Как вы видите, никто не добавился. При этом вот Ассасин Китана мне больше всего нравится. Потому что она очень-очень сильная. Ну, я посмотрел, 51 тысяча статы. Плюс она в 22 уровня. Значит, элита неплохо прокачена. В общем, классные персы, классные. Ничего тут не скажешь. Сейчас, на данный момент, я попытаюсь вот в этой башне выполнить ежедневные задания, чтобы получить свои оставшиеся 9 душ, которые меня там ожидают. Это нужно победить одним персонажем, как я полагаю. Потом другим персонажем. Двумя персами. Потом тремя. В общем, это все выполняется, это все выполнимо. Поэтому проблем особых нету. Для этой миссии я выбираю, конечно же, Саб-Зира. И, наверное, оставлю Монаха. Потому что Монах мне тоже недавно выпал. Выпал он, кстати, у меня из паков за вот эти вот дружественные монеты. Вот эти серебряные монеты, скажем так. И вот Инферно и Скорпион попался. Тоже довольно-таки неплохой перс. Если его прокачать, будет, конечно, бомбой. Но, к сожалению, я испытаю это на себе еще не скоро. Потому что у меня только один серебряный перс, все остальные бронзовые. А чтобы накопить тут хоть какие-то деньги, это нужно очень-очень много времени потратить. Ну что ж, придется, придется. Зато мы сейчас пройдем, хоть и не полностью, возможно, но хотя бы наполовину какую-нибудь из башень. Надеюсь, сейчас все будет работать более-менее нормально. Я пройду сразу же одну из миссий. И тем самым выполню, где нужно будет сразиться только одним персонажем. Потом двумя, потом тремя. И, в принципе, все эти побочные миссии за души будут выполнены. Я надеюсь, что я правильно понял, как их выполнять. И тем самым сейчас мы их выполним. Что ж, выбираем сразу Саб-Зиро. Чтобы одним персом всех одолеть, нам нужен, конечно же, Саб-Зиро. Только Саб-Зиро здесь справится, потому что я пробовал, конечно же, играть с бронзовым персом. Всех улаживал, но все равно под конец моего бронзового перса выносили. И поэтому получалось так, что миссию я просто не выполнял из-за того, что просто хотел испытать своего Саб-Зиро, скажем так. Либо своего монаха, любого персонажа. Это не главное. Кого именно? Ну, как вы видите, я победил. Я победил? И я не знаю, честно говоря. И, возможно, я сейчас вот предположил, что, скорее всего, возможно, это имеется в виду не одним персонажем всех победить. А, например, суперудар так первого уровня использовать, допустим. И, как вы видите, бонус-миссия не выполнена. Значит, я что-то неправильно понял. Победи в трех боях с одним. С двумя? С тремя. С тремя, кстати, не выполнено. Но, а с двумя лишь что-то я не понял. Пять-четыре. С тремя. Победи в трех боях с тремя. Что с тремя? Я не понимаю, что имеется в виду с тремя. Ну, ладно. Ладно, окей. Давайте продолжать дальше играть. И, возможно, сейчас мы что-нибудь выполним без каких-либо проблем. Возможно, имеется в виду с тремя персонажами. Да, кстати, одного персонажа я использовал. Два я их использовал. Ага, ага, ага. Значит, надо с тремя. В общем, надо менять комбинации персов или как-то так? Я так и не понял. Либо победить там одним. Либо что еще нужно сделать. Я, в общем, не понял. Ну, давайте сейчас будем чисто перебирать персов. И посмотрим, как там с бонус-миссиями будет. Если все будет круто, то тогда я получу. Получается около 12 душ. А это уже неплохо. Потому что до пака со 150 душами останется не так уж и много времени. И мы в скором времени тогда уж получим золотого перса. Это круто. Это реально круто. Мне бы хотелось наконец-таки это сделать. Но, к сожалению, все время не получается. Не получается из-за того, что времени не хватает, энергии не хватает. Не хватает душ, скажем так. И что ж, давайте атакуем первого персонажа. Давайте приложим первого перса. Ну, почему бы и нет. Почему бы и нет, сразу скажу. Отлично, одолели. Ага, замечательно. Ну, тут я не знаю даже. Здесь, скорее всего, сразу одним персом я всех не положу. Но давайте попробуем серебряным персонажем уложить просто всех. Возможно, у меня просто не получится. Потому что меня солдат уже избил настолько, что... Мне кажется, сейчас бронзовый персонаж просто улетит на луну. Мне почему-то так кажется. И тем самым я вообще ничего не сумею сделать. Ну, давайте посмотрим. Солдат отлично. Жаль, что он истощение какого-то не получает. Если бы еще истощение получал, то вообще было бы все шикарно. Пока что одного приложили. Второго сейчас, мне кажется, уложим. Блин. Вот я хотел использовать суперудар третьего уровня. Но у меня не получилось это сделать. Только потому что... Ну, сами же понимаете почему. Только потому что он использовал раньше меня этот суперудар. Ну, и тут остаются сержанты и солдаты. В принципе, это такие персонажи, которых одолеть довольно-таки легко. Проблем никаких не возникнет. Максимум, что я потеряю этого бронзового перса. Но я надеюсь, что этого не случится. Отлично, мы хватаем. Одно увеличил, другую не совсем. Но в любом случае остается один сержант, у которого... Есть, конечно, суперудар третьего уровня. Но я уже научился его блокировать. Поэтому он ничего не может сделать. Я уже, честно говоря, говорю на автомате. Да, вот реально. Я уже чисто заранее знаю, что случится и так далее. Это, конечно же, большой плюс. В данной игрушке. Но в любом случае. Это большой плюс того, что я начинаю понимать, как ведет себя соперник. И это тоже уже довольно-таки неплохо. И давайте теперь заглянем опять же в бонус миссии. И посмотрим, что у нас тут выполнено. Победи в трех боях с одним. Победи в трех боях с двумя. В общем, мне просто тупо надо сыграть еще один бой против Каану. И я выполню, можно сказать, две миссии. Побочных миссий. А вот с пятым местом я пока что не особо-таки разобрался. Но разбираться будем позже. О, чернокнижник Куанчи. Тоже прикольный перс. Некоторые считают Куанчи почему-то персом из этого Good of War. Или как-то правильно игрушка называется. Ну, по-моему, Good of War. В общем, она еще на плойке там третья выходила. Плюс еще на PSP была игрушка такая. Я не помню точно. Good of War, по-моему. Ну, и многие, в общем, путают этого перса именно вот с этим чуваком. Но мне почему-то кажется, это два разных персонажа. И почему-то кажется это. Я в этом уверен. Примерно процентов на сто. Да. Примерно процентов на сто. Такие вот у меня данные веселые. И поэтому, что ж. Рекомендуем создать учетную запись в ВБ Плей. Настройки профиля. Это позволяет записать вашу сохраненную игру в облако. Но это уже сделал. Вроде бы я вошел в ВБ Плей. Поэтому это мне неинтересно. Ну, и давайте посмотрим, что у меня получится сделать. Кстати, я ни разу не воспользовался тремя персонажами. Давайте попробуем сейчас это сделать. Потырить одного. Точнее, нам надо прикончить монаха. Потом надо прикончить другим персам еще одного перса и так далее. Ну, давайте посмотрим, что у меня получится сделать. Пока что Серайю можно уже убрать и выпустить монаха, например. Ну, а монах закончит работу, прикончит своего брата-близнеца, скажем так. Так, отлично. Хватаем. И давай, 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 монах. Я надеюсь, у тебя получится это сделать. Хотя нет, как вы видите, не получилось почему-то. Ну, ладно. Не получилось, так не получилось. Окей, каном мы будем своим саб-зиром приканчивать. Потому что это такой перс, которого, ну, просто так не положишь. А дружеского перса я использовать не буду, потому что это мне просто не нужно. Ну, зачем мне? Отлично. Одного перса мы прикончили. Теперь выпускаем вот этого вот Серайю. И, в принципе, аштека мы перим Серайю. Ну, конечно, если Серайю, то тут аштек не прикончил. Ну, и тут монах еще постарается немножко добить моего Серайю. Но я надеюсь, этого не произойдет. Мы выпускаем монаха. Монах использует свой суперударчик. И все должно быть круто. И мы посмотрим, что я воспользовался тремя персами. Прикончил всех. И это хорошо. Аштек. Давай, используй на мне свой суперудар. Отлично. И теперь мы используем свой суперудар на аштек. И это остается последний персонаж, которого нам нужно было прикончить. Отлично. Серайю справился. И тем самым я должен сейчас получить две ачивки. И одно здание выполнится на пути к третьей ачивке. Ну, давайте посмотрим. Я точно сказать не могу. Но вроде бы я правильно понял выполнение данной миссии. И тем самым у меня уже выполнено бонус миссии две. И одну я все равно как-то неправильно понял. Победи в трех боях с тремя. Победи в трех боях с тремя. Это как понять? Я не понимаю. Я получил только что семь душ. Но я не понимаю, как еще пять душ получить. Поэтому в принципе ладно. В принципе ладно. Также я обещал зайти в магазин и открыть два пака. Я, конечно, это сделаю. Набор союза номер один. Купить. И посмотрим, что нам повыпадает. Этот первый пак. И в первом паке нам выпадает аштег. Классно. Давайте соединим. Все. У нас аштег первой элиты стал. Это круто. Это круто. Продолжить. Как вы видите, выпал бронзовый перс. Это неплохо. Особенно в таких наборах. Случайных наборов. И случайных карточек с персами. У меня второй раз выпадает персонаж с отсюда. Это классно. И следующий. Это спецприем серебряного уровня. Который повышает спецприем третьего уровня. Это X-Ray скорее всего. Либо что-то в этом роде. А любому персонажу. Но, к сожалению, у меня пока что их нет. Есть, конечно, Саб-Зиро. Но он не прокачан до 20 уровня. Как я полагаю. На этом тогда все, ребят. Продолжим следующие серии. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Всем пока.